Мы понимаем с вами, какое бывает движение, что такое развитие. И остается нам определить важнейшую категорию, которая затрагивает не отдельные какие-то группы народа или группы населения, а затрагивает в конечном итоге всех. Такое явление, которое затрагивает всех. Это в ходе движения и развития. Это революция. Вот скажите, пожалуйста, революция, которая состояла в переходе от первобытного общинного коммунизма к рабовладению, она что, некоторых затронул, или вообще всех? Всего населения Земли. Все перешли от первобытного коммунизма к чему? К рабовладению. А затем, следующая революция, когда был переход, феодальная революция, когда переход от рабовладения к феодализму. Эта революция кого затронула? Какие-то отдельные народы, какие-то страны. Нет? Феодальная революция затронула все население Земли, всех людей. Это такое явление, которое носит, вот почему говорят, что революция – это явление всемирно-исторического значения. Почему всемирно-исторического? Потому что кто-то был на стороне революции, кто-то был против революции, но то, что революция преобразовывает мир, причем революцию называют еще локомотивами истории. То, что долго-долго тянется, там какие-то постепенные улучшения в течение сотен лет, потом совершается за какие-то десятки лет с огромной исторической скоростью. Сколько, скажем, те же самые крестьяне в России требовали, чтобы им дали землю и разделили ее по едокам. И вот они и наказы писали, и требовали, и обращались к царю. И были целые партии, там, эсеры с красивыми названиями, гораздо более красивыми, чем у РСДРП. Ну, что такое РССДРПБ? Ничего красивого нет. А тут социалисты, революционеры. Вы согласитесь, если вот вам предложили бы пойти, ну, даже хоть красивый социалисты, революционеры, а это чего? РССДРПБ. И вот все эти эсеры сделали, они наказы составили, только и не осуществили. А большевики осуществили, естественно, те, кто получил землю из рук большевиков, он, естественно, и поддержал большевиков. Иначе и быть не могло. И кто воевал потом в гражданскую войну? Гражданскую войну кто развязывает? Кто власть взял, или кто власть потерял? Конечно. Ну, представляете, я вот уже взял власть. Зачем мне гражданская война? Я хочу вами управлять теперь. А вы потеряли власть. А раньше вы были царицей или там главой правительства. Зачем вы этого? Вы так не оставите. Вы все умели, все знали, у вас поддержка большая. Вы сделаете не одну попытку эту власть отобрать. Поэтому гражданскую войну, конечно, ведут проигравшие. Ну, и они остаются проигравшими, потому что там в великих странах и при великих революциях, хотя и реакционные классы начинают гражданскую войну, они ее не выигрывают. Ну, а хотя какое-то временное явление может быть такого рода. Например, буржуазная революция сменялась и буржуазная феодальная реставрация, правда? Или те люди, которые выступали за буржуазную революцию, вдруг сами становились монархами, как Наполеон Бонапар. Поэтому мы прекрасно понимаем, что если в каждом явлении борются противоположные тенденции, то они могут, если размокнеться силы, которые поддерживают прогрессивные тенденции, они могут эти вот реакционные как раз тогда и взять вверх. Когда говорят, ну, мы уже все победили, у нас все полностью окончательно, все есть, и тут, когда вы уже начинаете доказывать, что есть все полностью окончательно, тогда у вас из рук все это и уходит. Например, когда стал особенно быстро разрушаться Советский Союз, когда была провозглашена успокаивающая всех концепция развитого социализма. Слышали такое? А кто ее автор? Не слышали вы? Как-то вот такие концепции без автора. Кого надо это ловить? Ну, что такое? Разве может быть социализм развитой? Не может быть. Социализм – это не полный, не развитый, не зрелый коммунизм. Если он разовется, будет полный. Он что, полный коммунизм, что ли, был? Какой это? Это развитой социализм. Вот вы приходите ко мне и говорите, вот это вот плохо, то плохо. Вы что говорите-то? Сейчас развитой социализм. Нет этого ничего. Уже развитой. И ничего мы не напечатаем, то, что вы сказали. И говорить об этом по радио, по телевидению не будем, потому что это противоречит концепции развитого социализма, то, что вы вот тут утвердаете. И эта концепция развитого социализма, это была концепция душителей вообще всяких прогрессивных тенденций в развитии социализма. Зачем тогда его развивать? А с другой стороны, вот если я сижу на каком-нибудь чиновничьем месте хорошем, раз уже он развитой, то есть ничего делать не надо, а зарплату можно получать, ничего не делая, каждую неделю регулярно. Очень даже хорошая концепция. Поэтому она процветала. А сейчас их авторов никак не могут найти. Ну, Михаил Андреевич, наверное, в этом участвовал. Суслов. И другие там. Цыпкова, который был одним из таких помощников в этой системе подготовки всяких докладов и речей. Например, такие люди, как Горбачев, они сами вообще ничего никогда не писали. Вот вышла книга Болдина. Болдин был начальник рядом с Горбачевым, она что-то называется, примерно так. А он начальник аппарата был у Горбачева. И он свидетельствует, что он, я не видел, говорит, ни одной статьи, которую Горбачев написал сам. Ни одной. А то он книгу издал, которая называется «Новые мышления для нашей страны и для всего мира». Прямо новый Гегель, новое мышление есть. Вот до этого считалось только два типа мышления. Это мышление метафизическое у Аристотеля и формально-логическое. И диалектическое у Гегеля. А тут Горбачев с новым мышлением, да еще для нашей страны и для всего мира. Такую книгу написал. И люди, безграмотные в области философии, которые думали, зачем философию изучать, они оказались бессощитными против вот таких грубых нарушений, которые имели реакционное значение и разрушали то общество, в котором люди живут. Если люди видят негативные тенденции, отмобилизованы в борьбе с этими тенденциями, то разрушение общества не происходит. Они не считают эти негативные тенденции, но с ними борются. Короче говоря, если вы будете пол подметать, он у вас грязью не зарастет. Не будете подметать, он обязательно зарастет. И вы скажете, зачем? Я уже его подмел или подмела. Все. И еще провозгласите, что я его подмела раз навсегда. Что это означает? Больше подметать не буду. Ну, все, конец вашему полу и квартире. Ну, в связи с этим, поскольку мы поставили вопрос о революции, а революция, каждая революция является всеобщей, и сегодня, скажем, всему человечеству придется перейти в конечном итоге от капитализма к коммунизму, и этот процесс идет, и уже, скажем, если вы возьмете просто вот сейчас два лагеря, один капиталистический, другой коммунистический, темпы роста экономического. В Китае около 7%, а в Америке 2,7%. Поэтому без всяких, так сказать, каких-то революций соотношение сил каждодневно изменяется в пользу социалистических стран. потом, в то время, как страны капиталистические сотрясают капиталистические кризисы, неизбежны. Почему? Потому что производство склонно, так сказать, к бесконечному расширению, да, имеет тенденцию, а при этом снижается заработная плата. Поэтому от спроса падает. И это противоречие между падающим спросом, поскольку он уменьшается зарплата, или реальное содержание уменьшается. И ростом предложения приводит к чему? К затовариванию, перепроизводству. Это кризисы перепроизводства. Не перепроизводства по сравнению с потребностями, а перепроизводства по сравнению со спросом. Вот вы летом пойдете по городу, и везде стоят очень красивые такие на лотках выложены и виноград, и апельсины, и груши, и яблоки. И мандарины, и бананы, и что хотите. Раньше я такое видел, когда вот был в Брюсселе, и думал, как у них красиво. В Брюсселе такие. И никто не подходит покупать в том же Брюсселе. Почему? У дорого. И у нас теперь такая же корзина, тоже так же. Это выставки этих фруктов есть. У каждой большой остановки или большой станции метро и тоже никто особенно не подходит покупать. А в чем дело? Ну, потому что соотношение цены и зарплаты не в пользу зарплаты изменяется все время. То есть вопрос о революции это вопрос о том, как изменяется общество. Ну, а для музеологов вот это особые какие-то такие события, потому что одно дело длительное спокойное развитие эволюционное эволюционное то есть постепенное развитие а другое дело развитие скачком революционное развитие в связи с этим надо ясно ответить себе на вопрос и на всю жизнь запомнить выяснить и запомнить что такое революция. Поскольку это слово всем известно я проведу сейчас научный эксперимент и предложу вам сказать а что такое революция? По идее раз это все известно так вроде бы как бы что я буду вам преподавать и говорить то что вы мне преподаете я же знаю что такое кто не знает что такое революция все знают что такое революция? Переворот на всех сферах везде общества. Переворот. А что у тебя на головах теперь ходит? раньше на головах в чем переворот в чем суть переворота а у нас все время меняется то был Ельцин потом Горбачев потом Ельцин и все меняется а теперь Путин еще меняется и меняется а в чем переворот а до этого там скажем а все время менялось смотрите был Сталин после Сталина был Хрущев после Хрущева Брежнев после Брежнева Черненко Андропов сначала Андропов после Андропова Черненко и все шли и менялись и менялись и Корбачев а вот как узнать вы видите просто приходят другие а сама по себе то есть без всяких революционеров что-то такого не наблюдать были буржуазные революции там были вожди буржуазных революций вы умоляете Робеспьера Антона Марата и других уважаемых буржуазных революционеров Азулиса Марата у нас есть Робеспьера уже в соответствии с вашим пониманием уже наш губернатор выкинул потому что у нас была набережная Робеспьера а теперь у нас Воскресенская набережная там церковь была какая-то Воскресенская это важнее чем какой-то Робеспьер потому что никакой роли он не играет нет это вот то есть это массовое явление но есть и вожди революции но и в социалистической революции тоже были вожди вам известны такие фигуры как Ленин и Сталин Дзержинский ну да я же сказал что не сама по себе не сама по себе ааа не сама по себе ну и тем не менее это объективный же процесс это не то что кто-нибудь придумал давайте делаем революцию вы не можете ее сделать если не созрели для этого объективные условия если не обострилась противоречия между общественным характером производства и частной формой присвоения вот сейчас а другое дело что есть такие факторы как обострение ненужной там народных масс это уже не революция а революционная ситуация что верхи не могут управлять по-старому они-то не хотят жить уже по-старому то есть это вот это складывается в такие исторические события но революция она вытекает из того главного противоречия которое складывается что вот потому что например буржуазная революция начинается тогда когда уже буржуазные отношения сложились а правят феодальный класс и вот буржуази убирают его потому что он не нужен он мешает дальнейшему развитию капитализма и мешает дальнейшему развитию производства и культуры и науки и так далее убираете буржуази и поднимает она на это мобилизует народные массы буржуазная революция она массовая революция правда всегда потому что она освобождает крестьян для этой революции которая дает свободу поэтому буржуазная революция великая революция она освободила от какой-то личной зависимости потому что рабовладение личная зависимость феодализма личная зависимость работника а после буржуазной революции все свободны это великая революция которая дает свободу но как выяснилось она свободу дает от эксплуатации, свободу не даёт. А социалистическая революция в конечном итоге, когда она завершится, и её плоды будут все использованы, она освобождает от эксплуатации. От того, чтобы одни люди жили за счёт других. За счёт труда других. Что ж такое революция? Вот вы правильно сказали. Переворот. Как-то надо представить, чтобы этот переворот был виден. Что было наверху, что внизу, что перевернулось? Как вы знаете, что вот переворот? Власть. А? Власть. Что? Власть. Кто был внизу, стал вверху. Ну, кто был внизу? Ну, как это называется? Как это слово надо же применить? Кто был внизу? А наверху кто был? Есть для этого совершенно определённые понятия. Какие? Для тех, кто наверху, это какой? Как это? Какое понятие существует? Для тех, кто наверху, существует понятие правящего класса. Правящий класс. Или господствующий класс. Есть господствующий класс. Так, а есть для тех, кто внизу существует понятие угнетённый класс. Или эксплуатированный класс. Да? Так. Так вот, революция – это когда переворот, ведь бывает в одну сторону, бывает в другую. Революция – это переворот. Ну, если, вот скажем, контрреволюция – это тоже переворот. Вот какой-нибудь агрессивный класс пришёл к власти, а потом реакционный класс совершил контрреволюцию. Снова переворот. И на место прогрессивного класса стал класс реакционный. Переворот имел место? Имел место. Так вы должны такое дать определение, чтобы не перепутали революцию и контрреволюцию. У нас сейчас имеет место, вот в общественном мнении, перепутывание революции и контрреволюции? Или нет? У нас есть понимание, что такое революция? Вот когда говорят «оранжевая революция» – это революция. На «оранжевая революция» что-то там перевернулось. Ну, кто был до «оранжевой революции» господствующим классом на Украине? Кто там были? Рабочие, что ли, там были? Или кто? Или кто? Феодалы, что ли, были до «оранжевой революции»? Чего она вдруг такая «оранжевая»? «Оранжевая» вообще – это цвет, который самый видный. Все куртки, спасатели – все оранжевые. С самолетов лучше всего видно, с вертолетов, когда ищут. Поэтому, когда всех надевают в случае крушения самолета или корабля во что-то «оранжевое», чтобы легче было спасти, найти, а иначе не найдешь. Ну и что было до «оранжевой революции» на Украине? Какой класс там был у власти? Скажите, пожалуйста. Товарищи историки. Кто из нас историк? Вы или я? Ну я тоже историк. У меня тоже диплом есть исторический. По переподготовке. Ну я немножко историк. А вообще-то, ну это вещь такая, которую можно и знать. Что там, на Украине был что? Феодализм, что ли? И после провели «оранжевую революцию» и стал капитализм? Или там капитализм до этого был? Ну когда проходила «оранжевая революция», капитализм уже был на Украине? Мы же с вами выяснили, когда вообще разрушился Советский Союз. Сегодня говорили. В 90-м году. «Оранжевая революция» была значительно позже. У нас уже социалистический строй был уничтожен к моменту разрушения. А начиналось разрушение социализма в 61-м году. 30 лет назад. На 30 лет раньше, чем в 91-м год. А тут уже идет. Это революция после 90-м. Это вот явление, которое называется «оранжевой революцией», оно же было после 90-х годов. И это явление правильно называется революцией «оранжевой»? Или это не революция? Ну вот, там была просто серия крайне различных протестов, забастовок. Ну, пожалуйста, ну и бастуйте, и сколько хотите. Весь мир, весь капитализм наполнен протестами, забастовками и прочими. И еще тогда. При чем тут революция? Бастуйте сейчас, объявите забастовку. Объявляем забастовку в связи с тем, что стипендия маленькая. Требуем не 1500, а 1501 рублей. А почему вы так требуете? Чтобы привлечь к этому внимание. Если вы напишите 1600, никто не заметит. А если вы скажете 1501, скажете, а почему 501? Сразу обратят внимание на нашу акцию. У нас такое явление было. У нас как бы одно время поменяли. У нас была хорошая столовая здесь внизу. А потом пришли люди и сделали такие цены, что студентам было вообще не поесть. Тогда филологи написали, значит, сделали акцию протеста, написали ректору, сказали, что это возмутительно, что студенты не могут поесть. И тогда ввели комплексный обед, 100 рублей. И после этого протеста филологов, студентов, с требованием изменить цены столовой. Потом, поскольку больше никто за это не митинговал, по себе на так, как оно, зашло на нет, ушло назад. И опять у вас. Вы можете сейчас за 100 рублей покушать? Нет. Считается, что раз вы не требуете, вам не надо. Ну, как считается, вот если я власть придержащий. Я говорю, почему нет мяса? А потому что никто не спрашивает. Спроса нет. А почему рыбы нет? Тоже никто не спрашивает. Вот икры, почему вы не покупаете? Почему нет у нас в магазине икры? А нет спроса. У вас что, нет спроса на икру? Ну, вы виноваты, что нет икры. А был бы спрос, была бы икра. Это легко объяснят. Короче говоря, оранжевая революция – это революция или нет? Нет. А что было? Ну, пришли другие люди. А власть какого класса была? Буржуазного. Потому что буржуазная контрреволюция состоялась раньше. У власти был уже класс буржуазии на Украине. Класс буржуазии менял группировки, которые… Он же состоит из разных группировок. Есть ориентированный на Запад, есть ориентированный на Восток, есть никуда не ориентированный. Есть компрадорская буржуазия, которая за счет разрушения собственной промышленности, собственного производства, получает свои деньги. Им платят из-за рубежа, а они разрушают. Дали вот ей миллиард рублей. Она взяла и разрушила крупный завод. Завод разрушен, а у него миллиард рублей. Хорошо же. То есть это вот компрадорская буржуазия. Есть буржуазия вроде патриотическая. Вот у нас события были в Египте. Сейчас кто там? Ас-Сиси, так называется, лидер. Египетский президент. Но он как пришел? Путем переворота или путем революции? Переворота. А переворот прогрессивный у него был, оказался, или реакционный? А? Нет, прогрессивный. И там же братья-мусульмане были. Причем эти братья-мусульмане были, пришли голосованием всенародным к власти. Без всякой революции и контрреволюции. А так вот раз и пришли. Голосование. А Сиси их от, так сказать, военных собрал и отстранили. Военный переворот. И более прогрессивные силы пришли. С помощью этого военного переворота. То есть там не и революция произошла, и не контрреволюция. Там был просто военный переворот. Не всякий же переворот является революцией. Теперь дальше, значит, эту оранжевую революцию изотворяла кто у нас? Сначала была Тимошенко. Потом у нас там был еще... – Ющенко. – А? – Ющенко. – Кто? – Да, Ющенко. Вспомните, он такой еще говорил, что его специально, ему кожу, так сказать, повредили, чем-то его намазали кто-то, или как-то на него повлиял. Ющенко шел. Он тоже был оранжевый. В каком смысле? Такой же самый. Политику проводил. В чем оранжевость состояла? В ориентации на Запад. Это слабая была ориентация. Слабая была ориентация, народ не очень поддерживал. И на волне отрицания народного ориентации, правоамериканской, там на выборах победил Янукович, который представлял силы, которые сориентированы больше на Россию. Но больше-то больше, но не особенно сориентированно. Он и хотел... Знаете, есть такие телята, которые, как говорят, двух маток сосет. Так и этот самый Янукович. При своей ориентации на Россию, он, тем не менее, двигался в том направлении, в сближении с Соединенными Штатами Америки. А Соединенные Штаты Америки, у них одна задача – скушать эту Украину, и, возможно, если удастся рот открыть широкую, то и Россию. И тогда что? А тогда сделали еще одно изменение. Что произошло? Это переворот? Это революция то, что сместили Януковича? Или это просто переворот? Считать можно это революцией? Нет. Какой класс? Какой класс правил до нынешнего президента Украины? Буржуазная. А после того, как этот пришел, тоже буржуазная. Класс какой был, такой остался. Никакого вот критерия такого, это критерия, который вы выдвинули, что стоял, только надо сказать, кто стоит. Там или прогрессивный, один класс стоит. Если приходит класс более прогрессивный, тогда это революция. А если приходят люди того же самого класса, это просто переворот. Гонялись за этим самым Януковичем, а потом группа прилетела, так сказать, на вертолете военное. И этого Януковича спасли. Иначе бы его растерзали, так как Мухаммара Каддафи. Чтобы нет предмета тогда, нет президента. А так получился он законный президент. Но этот законный президент олицетворяет то, что его сместили силы, которые совершили переворот на Украине при поддержке иностранных государств, которые открыто говорят, мы за это дело потратили 5 миллиардов долларов на подготовку этого переворота. То есть никакой мы там революции не наблюдаем. А революция, следовательно, не сводится к тому, что одни люди заменились на другие. Или слышали такое понятие, как революция рос. Это где? Где применялось такое понятие? В какой стране? Не слышали? Не помните? Это с этим ходил Саакашвили по Грузии и стал президентом Грузии. И казалось, что это революция рос. А в чем революция? А ни в чем. Ни в чем. Какой класс стоял у власти? Такой стоит. А потом выгнали этого и завели уголовные дела на Саакашвили. А он уже был гражданином Украины и стал губернатором Одесской области. Для него это целая революция. Понимаете, грузин стал губернатором Одесской области. Бывший президент, на который заведено уголовное дело, и губернатор Одесской области. Потом выгнали его из губернаторов, он стал возглавлять оппозиционные силы. Бывший грузинский президент оппозиционные силы на Украине возглавляет. Ну и раз и выставили его за рубеж Он говорит, я все равно приду И вот в этой стадии Это похоже на революцию? Нет, это не революция Это не контрреволюция Это все всякого рода дворцовые перевороты Одни, вторые, третьи, четвертые Это ничего вообще с революцией не имеет И контрреволюцией тоже это не является Потому что как правило буржуазии Так и правило там буржуазии А еще есть революция тюльпанов Красивое название Вам нравятся тюльпаны? А революция тоже тюльпанов понравится Это где это было? Это Голландия Нет, в Голландии тюльпаны А революция тюльпанов в Киргизии В Киргизии там растут в горах хорошо Они везде в горах растут Прямо полно вот их растут Дикие тюльпаны не видели никогда? Не продают их, а прямо растут Вот я был в Донбай И там вот можно подняться к кладбищу Ольпинистов Идешь, идешь И там Такое значительное пространство На нем такие сочинения тюльпанов Много Очень красиво Ну вот революцию тюльпанов Называли революцию тюльпанов в Киргизии Ну и что там Ну какой там был класс в власти? Буржуазный А какой оказался после этой революции тюльпанов? Буржуазный Это революция? Нет Вы нас как учили? Это должен быть переворот Какой это переворот? Это недоворот Нет никакого переворота А революция это не просто скачок Не просто перерыв постепенности А это такой переворот Если это политическая революция В ходе которого на место Реакционного класса Стоящего у власти Приходит Прогрессивный класс Если речь идет о О том, что класс эксплуататорский То может прийти другой эксплуататорский класс Это тоже революция Например, пухсиадальная революция Сменилась Феодальная революция На место рабовладельцев Класса рабовладельцев Привела класс феодалов И тот эксплуататорский класс И этот Но революция совершилась Почему? Потому что на место Реакционного класса Которым стали рабовладельцы Пришел класс прогрессивный А дальше Когда была буржуазная революция Сначала в Англии А потом в других странах Во Франции На место одного эксплуататорского класса Феодального Пришел другой Более прогрессивный Буржуазия Будучи прогрессивной Вот совершила эту революцию Уничтожила личную зависимость Работника От какого-то Другого человека Вот И Это вот революция А вот если брать Социалистическую революцию Здесь на место Эксплуататорского класса Пришел класс Трудящийся Это вот почему Она великая Вот величие Французской буржуазной революции В том, что она уничтожила Личную зависимость С работником Все Уже никто не продает И не покупает Не может никто Сечь плетьми Тем более Не может убивать Работника А тут Никто не может Эксплуатировать Работника То есть Пожалуйста Кто не работает Тот не ест А не так Что тот не работает Тот пьет Это имелось в виду Другое То есть Политическая Революция Это такой переворот Политической настройки Который на место Реакционного класса Ставит класс Прогрессивный А дальше мы уже Виды революции рассматриваем А для определения Революции этого достаточно Соответственно Что такое контрреволюция Это явление Обратной революции То есть Это такой переворот Политической настройки Который на место Прогрессивного класса Ставит класс Реакционный Вот мы наблюдаем Вот говорят Чего жизнь у нас не улучшается А как она может улучшаться Жизнь Если на место Прогрессивного класса Стала реакционный Ну о чем думают Вот люди Которые сейчас Представляют собой Класс Капиталистов Как себе карманы набить Или они думают О том Как вот Улучшить жизнь студента Ну какой человек Сейчас вот Но есть такие Наивные люди Которые думают Что вот Нашу буржуазию Думают как Улучшить вашу жизнь Студента Вот Дворкович Вице-премьер Выступает и говорит Не надо стипендию Вообще платить Он-то стипендию получал Не надо Дескать Мы уже пришли Мы уже в власть А вам зачем платить Чем занималось Наше министерство Дорогое Чем чтобы уничтожить Половину вузов За три года Половина вузов уничтожена В музей пожалуйста Эти вузы Таблички этих вузов Теперь складывайте Которые уничтожены Наше министерство Инвентаризация Еще не проведена Академия наук Она раздражала Чем Чем что они Говорят о том Что наука Потому что Говорит о развитии И показывает Пути этого развития Так надо забрать Все институты Этой академии наук Пусть они собираются Потом и гутарят Между собой Чтобы это был Клуб ученых Так и сделали Взяли одного Замминистра Финансов И сделали его Руководителем Всех институтов Академии наук Всех соединили ФАНО Федеральное агентство Научных организаций ФАНО И вот это ФАНО Теперь Все решает Академия наук И все Академики Оказались Академики Оказались Без института Вот они Вот ходил Нынешний президент Академии Владимир Владимирович Дайте хоть нам Что-нибудь Чтобы мы могли Делать Нельзя ли сделать так Чтобы хоть двойная Была регистрация Института Нет Двойную пока не дают Но хоть мы что-то делали Полезное для страны Ну ладно Прогнозы делайте Ну вот допустим Вы падаете Или должны упасть С 15 этажа Я прогноз делаю Вам понравится это? Это же не план План был бы такой Вас отвезти от окна Чтобы вы не прыгнули туда А прогноз Сухо один Что вы упадете Что такое прогнозы? Это продление Тех тенденций Которые у нас есть Если есть негативные тенденции Вот уже Три года Как снижается зарплата Давайте делаем прогноз Сколько еще лет Будет снижаться Реальное содержание зарплат Или растет Социальное неравенство Давайте сделаем прогноз Вот у нас Например Как проводятся Прививки Скажем Против гриппа Грипп Как известно Он мутирует Постоянно И никакого гриппа Вообще нет У них В следующий раз Он бывает Гонконгский Бывает грипп свиной И так далее И вот 40 миллионов Доз Вколят населению Соответствующие организации Деньги получат Бюджетные Освоят А придет К другой грипп Не тот От которого делали Прививку А другой И так каждый раз А население Даже не сообщает Против какого гриппа Вот стояли Тут прям машины Около Метро Скорой помощи Действовать Давайте мы вам Делаем прививку От какого гриппа Вот если вам сделали От кори Вы кори Не заболеете Если вам сделали От оспы Так вы оспой Не заболеете Если вам сделали От гриппа Вы просто другим Гриппом заболеете Потому что они даже Не знают Какой придет И для того Чтобы откачивать Бюджетные деньги Лучшего способа Как прививка От гриппа Нет Вот все эти 40 миллионов доз Переведите в деньги И поймите Как они поступают Частично рост технологий А рост технологий Расплачивается С теми Кто Самые дозы Изготавливает Один предприниматель Есть такой Который занимается Напрямую ему Вроде как Задание нехорошо давать Поэтому Деньги идут в рост технологий Рост технологий Себя часть оставляет А потом отправляет Тому кто изготавливает И он обогащается Все Хорошее дело Что в этом вопросе Непонятно Насчет революции Понятно да Вот мы имеем Точный термин Революции Социальной И контрреволюции Теперь Вопрос Об устройстве Общества Я уже стал Оботреблять Термин Надстройка А Надо Эту картину Рассмотреть Более Полно Как связано Социальное бытие И социальное сознание Как они связаны Между собой Есть вот Социальное бытие А есть социальное сознание Как они связаны Что такое Социальное сознание Я думаю Вы понимаете Это сознание Общества А что такое Социальное бытие Вот как бы Ответили на вопрос Что такое Социальное бытие Вот то что Вы есть Это и есть Социальное бытие Вы есть Я есть Он есть Она есть Это мы есть Социальное бытие Или что Что это такое Социальное бытие вопрос простой ответ на него такой социальное бытие это общественное производство то есть производство материальных благ в основе всей человеческой истории лежит производство непосредственной жизни вот есть такая замечательная книга у энгельса просто блестящая книга очень интересная очень советую чем она хороша происхождение семьи с длинным названием происхождение семьи частной собственности и государства она такая маленькая написана очень хорошим языком и охватывает историю человечества от первобытного общинного коммунизма до буржуазного строя и рассматривать какие были семьи многом полигамные моногамные как они развивались как сложилась современная семья как появился брак по любви как брак был связан с частной собственностью так далее и там же вот в этом как появилось государство что такое государство и в этой же книжке заложено самое главное то есть что в основе всего общественного развития лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни вот это такая материалистическая позиция а что такое производство непосредственной жизни это а это производство людей как людей люди воспроизводства чтобы человечество общество существовало на чтобы появлялись дети и чтобы дети становились взрослыми у него и чтобы снова были дети и чтобы тогда человечество будет жить вечно и бесконечно так и это вечное условие человеческое существование существование человеческого общества производства непосредственной жизни жизнь надо воспроизводить. Её воспроизводят. И в этом смысл, так сказать, семьи. А, говорит, сейчас у нас теперь могут быть семьи однополые. Смысл уже изменим. Это неважно. Надо вот всех, кто этой теории придерживается, а в однополых семьях, собрать в однополые семьи и никаких им детей не давать. И они все вымрут. Именно по одной причине, что они по той причине, что они однополые. Так что бороться с ними вообще не надо. Это во-первых. А во-вторых, все эти, так сказать, представители ЛГБТ-сообщества, они просто нахальные люди, которые так сказать, хотят свои, так сказать, какие-то странности выставить на всеобщее обозрение. Потому что если есть какой-нибудь гомосексуалец, и он помалкивает, и об этом никто не узнает. Ему нужно обязательно сделать что-то кричащее, раздражающее. Выйти с парадом. Одноногих можно парады делать, одноглазых, слепых, глухих. Кого угодно. Вот в этой книге говорится, что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Это главное положение исторического материализма. На первых порах воспроизводство вещей было очень неразвитым. Чем занимались люди? Собирательством. Орехи, коренья. Каких-то мелких грызунов поймали, пожарили и съели. Потом начали мамонтов ловить. То есть это вот на первых порах на первом месте было производство людей как живых существ. А второе, и, кстати, именно поэтому это Энгельс показал, поэтому и господствовал матриархат. 90 тысяч лет люди прожили при господстве женщин. И жили нормально. Не пьянствовали. Не хулиганили. Все было распределено. Мало было продуктов, но все было распределено так, чтобы по потребности. По потребности это не значит, что вы наелись. Это значит, что кому больше надо, детям надо, им дают. А такого, чтобы кому-то не досталось, такого не было. Как сейчас. Есть бомжи, которым ничего не достается. Хотите, умираете, у вас свобода. Ну, раз у вас нет никаких средств, к жизни, умирайте. Такого не было. Пьянства, соответственно, не было. Это мужики открыли водку. Как недавно написали в анекдоте в газете «Метро», жена, которая красит лестницу, на лестнице стоит и красит потолок, а муж в это время по телевизору смотрит футбол. Она говорит, слушай, если я упаду и сломаю себе что-нибудь, ты в перерыве между матчами, вызови брал со скорой. Потому что он не оторвется телевизору, пока идет матч. А потом на первое место в воспроизводстве жизни выжило производство материальных благ. То есть производство материальных благ развивалось, развивалось, развивалось. Это уже не собирательство, а земледелие. Приручили домашних животных. Уже были домашние животные. Можно было выращивать. Не ловить их кого-то, бегать по лесам, по полям и делать загоны, а выращивать. И они обеспечивали мясную пищу. Появились уже кочевые племена, которые кочевали вместе с этими животными. И они были обеспечены необходимым питанием. И на первое место в воспроизводстве человеческой жизни вышло материальное производство. И мы с вами в эту эпоху и живем. Производство людей не на первом месте, а на втором. А производство вещей на первом месте. Материальное производство. Но кажущееся, некоторым кажется, что производство людей вообще никакой роли не играет. неправильно. Потому что, если вы смотрите на то, как передаются политические посты в современном обществе, какому угодно, буржуазному или социалистическому, они передаются не покровно родственному признаку. Правильно? А вот экономическое могущество по какому признаку передается? Кто будет владеть всем богатством Абрамовича после его смерти? Скажите, пожалуйста. Экономическая власть передается как в современном обществе? по наследству. По наследству. По наследству. То есть, это наше такое представление, что мы расстались с такими временами, когда по наследству передается власть, она ошибочная, экономическая власть передается по наследству. А как экономическое превратить в политическое? Вы знаете, как превращается экономическое в политическое? Это же нетрудно, правда? Например, что такое собрать подписи, необходимое число подписи, чтобы тебя зарегистрировали кандидатом в президенты? У вас есть деньги для сбора подписей, чтобы вас зарегистрировали? Там проблема в том, что надо не просто вот где-то в Петербурге и Москве собирать, а надо в каждом регионе. Должно быть распределено. Ограничения есть. То есть, вы должны ездить во все регионы и там собирать. И сроки есть. И вот, чтобы это успеть, нужно вложить очень большие средства. Как вы думаете, вот избирательные фонды? В эти избирательные фонды можно сдавать деньги. У кого самый большой лог избирательный фонд? Воходу он есть. А? Вот он. Правильно. Ну, естественно. А в втором месте кто? И так далее. Вот представьте себе, что я крупный олигарх. Олигарх всегда крупный, просто олигарх. Я олигарх. И вот этот олигарх приходит, к примеру, товарищу Дюганову. Потому что к Дюганову дешевле, чем к другому, чем к Володину идти. Там в Единой России дороже все. Идет к нему и приходит, и говорит, вот я олигарх, денег у меня море, а люблю я вашу партию. Вот могу я вашу партию любить? А вы как бы Дюганову? Могу? Люблю я вашу партию. И цвета мне нравятся, названия такие-то написаны народовласти. Это же прекрасно, у них шарфы такие народовласти. Ну, Дюганов говорит, и что? А вот могу я внести это, чтобы это любовь была не просто платоническая, могу я помочь вашей партии внести такую солидную помощь, так сказать, сумму помощи в фонд вашей партии? Ну, конечно, говорит, можете. Вот есть избирательные фонды, вы можете, если у вас нет иностранного участия, у меня нет иностранного участия, у меня все отечественное, все мои миллиарды отечественные. Ну, вот, поэтому я хотел бы, ну, сколько нужно вот внести, чтобы вы спокойно могли избрать 10 человек в Думу? Кто говорит, ну, по 4 миллиона долларов за штуку? Ну, 40 миллионов долларов я вам внесу. От чистого сердца люблю я вашу партию. А руководитель партии политической, пусть это Дюганов или не Дюганов, любой. В любую партию можно вносить, правильно? Это не запрещено, это же разрешено. А что? Говорит, а мы что? А вы ничего. Это я же от чистого сердца, но я бы чего хотел, чтобы из этих 10 человек, которые пройдут у вас в Думу, которые я финансировал, все выборы их, ну, я был бы на одном местечку, моё было бы. Ну, тут нет вопросов, говорит, руководитель партии, любовь должна быть взаимной. И потом собирает свою фракцию, говорит, вот тут к нам обратился друг нашей партии, хочет нам дать 40 миллионов долларов. Брать, не брать? Причём от чистого сердца. А чё он хочет? Так он хочет, чтобы он один из 10 был, а наших 9. Ну, так это. А он не будет потом там выступать? Нет, он говорит, выступать вообще не будет. Он будет как партия, так он и будет голосовать. И вот тут не волнует эти политические моменты. Тут надо брать. Как вы считаете, если вам партия политическая, вы должны думать о судьбе партии? Там же деньги должны быть. Выбор на команде денег стоит. И вот он прошёл в эту Думу. И всё. И экономическая власть превратилась в какую? В политическую. Хочу привести пример. Значит, я был консультантом российского прослежа Докера. Вот однажды мы с нашими Докерами, которые поддерживали проект Фонда Рабочей Академии, который был представлен в Думе и набрал при голосовании 189 голосов депутатов, а я был одним из авторов этого проекта. Вот мы были в Думе, я их туда пригласил, снабдил их этими самыми пропусками. И идём мы по Думе. А у них руководитель одной из компаний, Южилин. Фамилия Южилин. А брат его, миллиардер. Этого Южилина. И вот они идут и смотрят на стене, на двери написано Южилин. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации. Они там бастуют у себя тут, требуют повышения зарплаты, обратится их двоюродный брат, их генерального директора, хозяин этого первого контейнерного терминала, сидит в Думе во фракции КПРФ. А чём он КПРФ пошёл, а не в Единой России? Объясните. Там дешевле. Попадание туда дешевле. Потому что Единая Россия дороже. Только и всего. То есть, в нашем современном обществе без нарушения законов, при строжайшем соблюдении законов, элементарно можно превратить власть экономической, власть политической. Ну вот, например, что нужно для того, чтобы товарищ Прохоров, миллиардер, зарегистрировался кандидатом в президенты? Как что? Деньги потратить на то, чтобы студенты бегали и собирали подписи за то, чтобы он зарегистрировался кандидатом. Это не за него, а только чтобы он зарегистрировался в кандидаты. Это не за Прохорова, за то, что Прохоров просто вошел в число кандидатов. Ну, допустим, вот я от Прохорова. Так, товарищи студенты, нужно помочь зарегистрировать. Вы потом голосуйте за кого хотите. А надо просто подпись собрать за то, чтобы его зарегистрировали. Как и других. Пусть регистрировали всех. Значит, платить Прохорову будет 5 тысяч в день. Вам нужно 4 часа стоять вот такое время после работы у станции метро и подписывать, что вы граждане за то, чтобы зарегистрировали кандидатом президента Прохорова. 5 тысяч рублей. Сегодня 5 тысяч, завтра 5 тысяч, послезавтра 5 тысяч. Пока вы-то работаете в выборную кампанию, и глядишь, вы себе наберете на чай кофе с тортиком. И без проблем Прохоров собрал. Собчак тоже быстро собрала. Собчак доложила, что она уже потратила из своих 40 миллионов непосильным трудом полученных, она уже потратила на выборную кампанию 2,5 миллиона на сбор подписей. Вот и все, подписи собрала. А другие никак не могли долго-долго мучились, как собрать. Некоторые так и не зарегистрировались. То есть, если вы будете ходить и собирать подписи, вы никогда не зарегистрируетесь. Так устроена выборная система, что она не рассчитана на то, что сам человек ходит и собирает. А если вы зарегистрируетесь, и вот я буду кандидат, а вы будете тоже кандидат. А если у меня денег в 10 раз больше, я буду сидеть на экране телевизора и все время вещать. Вот как я вот сейчас вещаю, вот вы молчите, а я вещаю. А вы тоже ходите на телевидение и скажете, вам 15 минут бесплатных. А я с вами 15 минут тоже погутарю, а потом буду 3 часа сидеть и все рассказывать, что хочу. Потому что нет никаких ограничений, только вы должны оплачивать свои выступления на телевидении, и по радио, и в газетах из избирательного фонда. Вот если вы не из избирательного фонда, смотрите, это значит нарушение. Хотя, как там смотрят на нарушения наш ЦИК, он Грудинин, до регистрации у него были незакрыты счета за границей, там 5 килограмм золота там было за границей у этого кандидата КВРФ. А его ЦИК не стало снимать, потому что она снимет, и все избиратели, которые за Грудинин, не придут. А зачем это им надо? Надо, чтобы много народу участвовало в выборах, правильно? Чтобы красиво было. Если вы организовываете выборы на месте Панфиловой, вы как хотели? Красиво сделать или некрасиво? Красиво. Вот и она тоже хотела сделать красиво. Поэтому, несмотря на грубейшие нарушения со стороны Грудинин, их просто зафиксировали, об этом сказали. И все. А они снимать не стали. И суд не стали подавать, чтобы он снял Верховный. Вот такая картина. Так что мы должны с вами понимать, что то положение исторического материализма, которое в общей форме, вот так у Энгельса сформулировано, что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. И что все явления, и дальше Маркс и Энгельс на эту тему писали в немецкой диалоге, все общественные явления надо выводить из общественного производства. Там и надо искать корни всех общественных явлений. Корни – это интересы тех классов, которые заняты в этом обществе. Вот какие классы, такие интересы. Какое положение у них в обществе, такие, то им и выгодно. И вот по этому положению вы можете определять, что кому выгодно. А в зависимости от того, что кому выгодно, вы можете определить, как и кто будет действовать. Поэтому люди, которые в этом разбираются, они могут дать прогноз тех же выборов заранее, намного. Могу вам привести пример. Вот меня просили дать прогноз. Я сделал месяц за месяц до выборов прогноз, кто победит на выборах. Висит на Ленру Ютьюб. И все, как я говорил, так и есть. Потому что я говорил не о том, у каких у кого программы, и что, кто за что выступает. Я говорил о том, какие у кого материальные основы, и как они сложились, и как они превратились в... в разделение электоранта на соответствующие сферы. И это разделение давно уже проведено. И никакого значительного изменения, никакие ролики, никакие предвыборные выступления, никакое особенное значение не имеет. Вы можете чего угодно говорить. А если я голосовал за КПРФ, я не буду голосовать за Единую Россию. А если я голосовал за Единую Россию, я не буду за ЛТПР голосовать. И все уже определилось, и мы знаем расклад, и знаем в Думе, что больше 50% только одной Единой России. Поэтому тут сделать красивые глаза и спрашивать, а что такое, кто победит? Ну, нечего, потому что это ясно. Для тех, кто понимает, что в основе лежит материальное производство. Вот для этого, чтобы пользоваться понятием вот этой методологии исторического материализма, чтобы мы могли объяснять общественные явления, нам надо знать, что такое производство теперь. Не просто производство непосредственной жизни, оно состоит, видите, из двух компонентов. Производство людей и производство материальных благ. Вот когда на первое место вышло производство материальных благ, и первое место в управлении общественными делами заняли мужчины, а не женщины, которые были раньше на первом месте. И вот при этом, тому, что мужчины заняли, вот никак не могут решить проблему у нас в России детских садов и ясли. Если бы женщины у нас были на первых ролях, давно бы решили. А они как не могут решить? В чем проблема-то? Надо построить надо. Так у нас сколько детских садов и ясли было отдано под всякие учреждения, входы перестройки, не видели? При Ельцине. Там уже всякие вузы были юридические, и разные административные учреждения, школы под налоговые инфекции отведены и так далее. Для того, чтобы пользоваться понятием общественное бытие, надо иметь точное определение производства. Вот если я вас спрошу, что такое общественное производство, вы не скажете. Если хотите, давайте проверим. Что такое общественное производство? Это вы слова-то слышали. Слова ни для кого не секретные эти. Слова всем известные. Потому что вот чем занимается философия? Она не берет какие-то новые слова, не придумывает, как бывает в некоторых науках, там, как туда заберешься, там другие слова. Нет, она слова никакие новые не... Она занимается известным, но таким известным, которое не есть от того познанное. Потому что вы это много раз слышали, ну а что это такое? Не задумывались. А почему не задумывались? А потому что с такими понятиями мы имеем дело с детства. А раз мы имеем дело с детства, то, следовательно, у нас в головах детские представления об этих понятиях. И они так и остаются сейчас, хотя уже, так сказать, давно, жизнь ушла далеко. Так. Так вот, общественное производство. Надо его отличать от труда. Что такое труд, кто-нибудь скажет? Товарищи учащиеся. Сейчас вы не трудящиеся, а учащиеся. Что такое труд, знаете? Тёма, говорит, нас спрашиваете, мы же учащиеся. Когда будем трудящиеся, тогда и спросите. Логично. Значит, труд – целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Вот и всё. Это очень простое определение. Целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Или это труд в политико-экономическом смысле. Потому что есть расширительное понимание труда. Всякая полезная деятельность. В футбол можно играть и считать. Ещё и денег получать. Очень много, как сейчас. Футболистов, хотя их продают как рабов. Из одной команды в другую. Торгуют ими. А как только, значит, у них нога сломается, или что они сильно стукнут по этой ноге, и на этом всё и закончится. Считаю их деятельность. Вот труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. У Маркса есть красивое определение труда. Звучит это так. Труд – это процесс присвоения предметов природы. Труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспосабливает вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспосабляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Это труд. Скажем, Арбинзон Крузо и Пятница остались, одни-два человека на необитаемом острове после крушения. Но трудиться они могли, они создавались с помощью того, что они смогли сделать. Растения там были, палки они сделали. Они трудились, создавали какие-то материальные блага, с помощью которых они там жили на необитаемом острове. Но труд – это одно, а производство – это другое. Потому что про производство, если я еще вам не сказал, что это такое, уже заранее можно сказать, что можно назвать такие ситуации, труд не совершается, а производство идет. Вот может такое быть, что труд не совершался, а производство шло? Может такое быть? Вот я сейчас вас спрошу. Сейчас, скажите, пожалуйста, сейчас труд по хлеборобу сейчас применяется. Вот сейчас люди, которые занимаются выращиванием пшеницы, они сейчас трудятся? Ну, не так. Да трудятся или нет? Вот те люди, которые… А сейчас все более автоматизировано, то есть это были… А? Нет, вот сейчас, сейчас у нас что сегодня? 32 апреля, 3 апреля. А, сейчас трудятся, нет? Люди, которые пшеницу… Где они такие работы ведут? На полях идут сейчас работы? Но на полях нет. Ну, трудятся на полях? Нет. Полеводы, плеводство идет на полях? Есть труд, труд, труд совершается на полях? Нет. А производство идет с зерна? Производство зерна идет сейчас или нет? Да. Где? И как называется это зерно, производство которого сейчас идет? Какое зерно сейчас производится? Это вы все знаете, это просто вот… Мы же должны с вами вот в философии уйти от таких общих таких настроений и впечатлений к точным понятиям. Производство сейчас производится сейчас? А зимое зерно? А зимое культура – это кто такие? Что за культура? Так они же в зиму всадятся и переживают на нем почву или с нами? Они живые или мертвые в почве? Они живые. Ну, значит, растут? Ну, да. Ну, раз растут, значит, производство идет? Производство идет зерновых? А зимых сортов? А как еще? А что значит можно? Ну, оно же само растет. Посадили, они же на нем не тропятся сейчас. Ну, так, значит, без труда производство идет зима? Сейчас труда-то нету, а производство зимых идет. А потом наступит весна. Она уже наступила, так? Значит, все это раскиснет. Если раскиснет, это плохо для зимых, нет? Нет. Нет, а зимы пойдут дальше в рост. А яровые – это те, которые весной будут сажать уже. Их можно сажать, когда зимы уже растут? Они использовали всю воду, которая накопилась за зиму, потому что все растаяло. А яровые – это вот когда уже подсыхать начнет, и когда можно тогда выехать с сейлками на тракторах в полях. Когда это можно будет сделать? О, это не скоро. Правильно? Это в мае надо, может быть, только выезжать. И то, наверное, не в начале. Только тогда можно посеять яровые. У них будет срок очень маленький. А зимы вовсю уже сейчас будут. Как только пригреется, где – и пошло. Они и так укреплялись, закалялись в зиму. Они были укрыты снегом. А зимы какой высоты вырастают осенью еще? Когда их сажают? Ты ведь осенью уже сажают? Чею? Да. Вот видели а зимы, культуру как растут? Нет, не видели? Нет. Изумительная красота. Я увидел один раз. Въехал из Нижегородской области на съезд профсоюза защиты с коллегой. И проезжали мы в Мордовию. И такие вот изумрудно-зеленые такие поля. И стоят вот такой высоты пшеница. Вот такой высоты. Красивый, красивый. Такой красивый ковер. Нежная, только есть. Сочная такая зелень. Изумительная. А потом снег пошел. Но на рост все равно. Но там укрепляется корневая система. А зимой она бурный рост и сейчас пойдет. Вот сейчас а зимы. А до яровых еще долго-долго. Поэтому. Почему яровые сеют? Да потому что урожайность а зимых значительно больше, естественно, чем яровых. И вот эти самые а зимы растут без труда. Ну и яровые тоже без труда. Их посеют. И что с ними дальше будут делать? Они расти будут как? Солнце будет греть. Дождик будет лить. Они будут расти. Или вы будете там. Как вы собираетесь выращивать пшеницу? Вы что туда приедете? Пропалываете вы? Ничего не будете делать. Все будет расти дальше. То есть производство идет пшеницы. А труд в начале применяется, в конце применяется. Или эпизодически. Зимой, например, можно удобрения вывозить на полях, на тартарах. Правильно? Можно по ним проехать, вывести удобрения. А весной растает, это удобрение уйдет. Так что можно кое-какие работы производить. Но труд не применяется. Или вот как вы представляете себе, как делают хорошие вины? Сначала выращивают виноградные, сухие. Что выращивают? Виноград. Потом его забирают. Это труд. Потом его, ведь этот виноград надо давить. Говорят, что давят его женщины ногами. Потому что, наверное, сколько же надо надавить, понимаете? Так что руками надавят. В таких больших вичинах. Так. Получается, результат этого давления, выдавливания, сусло. Виноградное сусло. Из него можно делать. Налево пойдешь сок, направо пойдешь вино. Вот то, что на вино заливается в бочке. Какие? С какого дерева? Сосновый? Еловый? Дубовый. Дубовый. Потому что тут дуб, там есть дубильные вещества. Очень важные. Которые придают особый вкус вину. И дальше, куда дальше? Дальше, значит, положили эти вещества и отправили. Эти бочки закрыли. Запечатывали и в винный погреб. И дальше они там лежат. И какое вино ценится? Малые выдержки или большой выдержки? Дальше. Вот. Представляете, вот вино десятилетней выдержки. Какая выдержка была у тех мужчин, которые сидели и смотрели на это вино и не выпили? Такая вот выдержка заключена в этом вине. Почему оно и ценится? Какая сила воли? Представляете, какая там заключена вообще в этом вине? А потом вы разливаете его в бутылки, тогда уже, когда разливают бутылки, опять труд применяется. Ну и потом и грузчики там отводят в магазин. Это тоже труд. А когда вы наливаете в стакан, это тоже можно считать трудом. Потому что когда вы наливаете, это не потребление. Потребление, когда вы пьете. А когда вы наливаете, какой же это труд? Говорит, наливай мне. Догнать это одно дело, а пить другое. Вывод. Не надо путать труд и производство. Производство совсем без труда не бывает. Где-то в начале бывает, или эпизодически, периодически применяется труд. А производство может придет непрерывно. Так что такое производство? Определение труда мы уже записали. Теперь запишем определение производства. Производство есть процесс присвоения предметов природы. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Вот эта форма общества и обеспечивает это производство. Видите, труд не идёт, а производство идёт. Наверное, пока там растут эти азимы, в это время решается вопрос о том, кто будет потом убирать, сколько будет комбайнов, сколько горючего надо, по какой цене, заключаются договоры. Производство идёт, а труд не идёт. То есть в производстве есть процесс присвоения предметов природы в рамках определённой формы общества и посредством неё. А производство характеризуется способом производства, который представляет собой единство производительных сил и производственных отношений. И решающей роль играет здесь производительные силы. Это динамичная сторона способа производства. Они всё время меняются. Вот мы говорили об изменениях, да? Они всё время подвергаются изменениям. Всё время совершенствуются орудия труда и способы их использования, то есть технологии. Это всё время совершенствуется. Поэтому это вот самая динамичная часть во всём производстве. Это средства производства. И люди. Это главная производительная сила. Это люди. А средства производства – это объективные производительные силы. А человек – это субъективная производительная сила. И вот люди и средства производства составляют производительные силы общества. И если между производительными силами и производственными отношениями обостряются противоречия, то может быть совершен переход к другим производственным отношениям, к другому способу производства. А всего способов производства имеется пять. Первобытная община и коммунизм, рабовладельческий способ производства, феодальный способ производства, капиталистический способ производства и коммунистический. Соответственно, четыре революции тут, может быть, только. Пять способов производства и четыре революции, которые представляют собой переход от одного способа производства к другому. А если вы берёте способ производства вместе с политической, идеологической настройкой, которая зависит от способа производства, то вы получаете не просто способ производства, а общественно-экономическую формацию. Вы получаете общественно-экономическую формацию. Осталось лишь сказать, что определяющая роль социального бытия, то есть производства, во взаимодействии социального бытия и социального сознания, во взаимодействии экономического байса и политической, и идеологической, и юридической настройки вовсе не означает, что нет обратного влияния. Это взаимодействующий фактор. Но когда есть взаимодействующий фактор, это вовсе не освобождает нас от того, чтобы решить вопрос, о какой фактор является определяющим, основным фактором. Вот основным фактором является общественное производство. В конечном итоге оно определяет, как действует надстройка. Почему? Вот мы говорим «господствующий класс». А классы вообще понятия – это экономическое или юридическое, или политическое? Как вы считаете? Вот как определяется класс? Экономическое. То есть это классы определяются, отличаются по положению в производстве. То есть по-другому можно поставить вопрос, чтобы не получилось что-то заученное, чтобы мы понимали, что такое классы. Классы – это классификация. Классифицировать нужно людей по глазам, по цвету волос, по цвету кожи, или надо их классифицировать по положению в производстве. Когда вы их классифицируете по цвету кожи, это будет раса. Правильно? Есть такая классификация? Если по месту жительства – это население. Население городское, население сельское и так далее. Если вы их классифицируете по полу – это мужчина и женщина. Если вы их классифицируете по положению в производстве – это классы. Вот классы – это большие группы людей, которые отличаются по положению в производстве. И всё. А развернутое определение вот этого положения в производстве – дано у Ленина в Великом Почине. Что классы – это такие большие группы людей, которые отличаются по месту в исторически определенной системе общественного производства. По отношению к средствам производства, большей частью, закрепленными в законах. Ну, не обязательно закрепленных. По отношению к средствам производства. По роли в общественной организации труда. Одни, допустим, управляются, другие подчиняются. Одних исполнительский труд, а других труд управленческий. По размерам и способам получения той доли общественного богатства, которой они располагают. Допустим, вот у нас отличаются и размеры, а ещё вам платят зарплату, а мне платят премию за экономию зарплаты вашей. Чем я больше сэкономил этой зарплаты, тем меньше вам дал денег, тем больше мне дают денег. То же самое. Это мы знаем, такая картина есть в производстве. Все эти признаки классов, все до единого экономические. Нет ничего другого. А раз этим определено положение в производстве, определенные интересы. Определенные интересы. Но об этом, я думаю, мы поговорим с вами уже на следующем занятии через неделю. Сегодня мы остановились с вами на чём? На социальном бытии, социальном сознании и на теме общественно-экономической формации. Подошли мы к этой теме общественно-экономической формации и на этом остановились. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok